Семинар, 7-28 августа, освобождение Церкви от религиозного оккультизма, освобождение Церкви христианства от оккультизма. Такой сегодня вечер был у нас. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, хвала! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Я, Сергей Журавлев, архиепископ Киевской нашей архиепископии, приветствую всех. И темой сегодняшнего вечера будет свобода или освобождение Церкви, освобождение христианства от оккультизма. РФ ТОВ, приветствую город Хмельницкий, слава Богу! Приветствую всех в Хмельницком, слава Богу! Да, и благоставляю всех, братья и сестры, дорогие друзья. Кто подключается сейчас, я даже и по комментариям вижу, подключаются разные очень люди. Вот, но я думаю, что как раз подключаются люди неравнодушные, которым не все равно, что происходит сейчас вообще в мире, ну и в христианстве в частности. И Иисус Христос говорил так, Иешуа Машиах, Он сказал, записано у Иоанна 8.32, И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Перефразировал эту мысль Янгус, знаменитый, еще за 100 лет до Лютера, еще в эпоху Великой Деформации, один из предпеч, Великой Реформации, обновления, покаяния, исправления Церкви. Янгус, он говорил так, что истина ничего другого не сделает, как кто-то тебя освободит. Истина только освобождает. Действительно, правда, истина освобождает. Познание истина приносит свободу. Я православный священнослужитель, уже с более 30-летним опытом служения, стажем моего служения. И я знаю, о чем говорю. Сегодня, оглядываясь назад, я анализирую свой путь христианский, свой путь как священнослужителя православного. Я вижу, что действительно, свобода дается не просто так. Свобода дается через познание истины. Кого сын освободит, он будет по-настоящему свободным человеком. Спасение мы принимаем по благодати, даром, но свободу, за свободу мы сражаемся. И освобождение, оно приходит в нашу жизнь, порой мало-помалу, порой очень много, быстро, но это приходит каждый раз через познание истины. Конечно, да, и очень важной является и молитва друг за друга. Молитва об освобождении от оккультизма. Я сегодня помолюсь, потому что такое молитвы. Но, в первую очередь, я это и по своей жизни вижу, и по судьбам множества христиан, разных конфессий, не только православных, вообще разных конфессий, динаминаций. Вот, это я вижу в Слове Божьем, в Библии, на таких очень убедительных примерах. Я вижу, что действительно, свобода приходит через познание истины. Истина в Иисусе Христе, истина сам Иисус Христос. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. Сегодня 28 августа, и сегодня, к сожалению, такая печаль, знаете ли, есть и у меня, и вообще у нас православных реформаторов. Потому что сегодня миллионы людей православных и католических многих, и частично, в меньшую очень степень, протестантских верующих, почитают Богородицу, молятся к Матери Иисуса Христа, называя ее Царицей Небесной Богородицей. И это печально, потому что един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Потому что Он есть путь истинной жизни, Иисус Христос. И никто не приходит к Отцу, как только через Него, через Иисуса Христа. И вот эти религиозные, оккультные вещи, они делают очень такую страшную и поддную работу в судьбах, в умах, в судьбах миллионов, миллионов людей. Отвлекает от искупившего их Господа. Как апостол Петр во втором своем послании, во второй главе, как раз и говорил, что важнейшей характеристикой лжеучителей является как раз именно вот эта характеристика. Отвлекая от искупившего их Господа. То есть получается спасение от всякого рода лжеучения и предохранение и каждого отдельно христианина, и церквей, общин, и целых конфессий, динаминаций, и всего в целом вселенского христианства, будем так говорить, да, церкви Божьей в целом, православных, протестантов, католиков, разное течение, многоветвистое древо христианства, сотни, тысячи разных ветвей. Зеленеющих, засыхающих, надломленных, прилитых, разных, разных, разных очень. И слава Богу, что на всех этих ветвях, даже самых засохших, есть время-то времени, да, зеленые листочки. Потому что действительно корень свят и лоза жива. Сам Господь Иисус Христос, а Отец наш, Невесный, Он винограды. Слава Богу. Вот, и, конечно, спасением от ереси для верующих, независимо от конфессии наших динаминаций, является христоцентричность. Да, богослово называют сегодня это так. Христоцентричность. Христос – центр. Христос – центр нашего внимания, центр нашей жизни, нашего служения, нашего всего. Христос – основание, фундамент, глава церкви. Христос. Мы взираем на Иисуса Христа, Спасителя, и Христос – наш Господь, Бог и Спаситель. Интересно, сам Иисус сказал в 3 главе Иоанна, написано, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Удивительно, если мы обратимся к Торе, Книге Чисел, увидим, как это все происходило в древности, во времена Моисея. Моисея – пророк, Моисей – учитель, он был лидером тогдашнего Великого Исхода. Да, эти события описаны в Библии подробно. Это происходило по хронологии, да, по датам, если брать, то это было 3330 лет тому назад. Ну и несколько месяцев. Да, ну вообще сам исход состоялся из Египта, и потом началось путешествие. На протяжении 40 лет оно продолжалось, на протяжении 40 лет. Но начался исход 3330 лет тому назад, при Моисеи – пророке. И вот, дамы и господа, интересная вещь. То, что написано о времени исхода, событиях 3330 летней давности, казалось бы, далеко, вглубь веков ушли мы. Но это написано нам в наставлении, достигшем последних веков, Павел пишет Коринфянам. То есть он предупреждает верующих, чтобы они были внимательными читателями Библии, чтобы вразумлялись. И читали Библию не как судьи, знаете ли, а судьи кто? А чтобы читали мы Библию как свидетели его, рассудительные братья, сестры, верующие. Чтобы учились на примерах, на ошибках других, чтобы не наступали на те же самые грабли, на которые они наступали. Да, и тогда, во время Великого Исхода, из-за ропота, из-за недовольства, ропот страшная вещь, мало выйти из царства тьмы, надо еще пребывать в благодати Божьей. А ропот, недовольство, брюзжание такое религиозное, это страшная вещь. Сплетни всякие, лошанара, злоречие, да, страшная вещь. Оно делает недовольство, ропот этот, делает такую страшную работу, что нас как бы выводит из-под благодати, действия благодати Божьей. И вот пример в пустыне, очень хороший пример, который Иисус привел Никодиму в Третьей Горе Евангелия Теана. Он рассказывал, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. Из-за ропота то поколение исхода подверглось напастям, подверглось атаке врага, подверглось поражению противника, в том числе поражение змеями. Это страшное было наказание, страшное было такое происшествие. Змеи жалили, их было много, люди умирали. В переводе синодальном русском драматично все описано, конечно, переведено, но не так драматично, как в оригинальном тексте. Синодальный перевод, как и многие другие переводы, так пытаются смягчать многие моменты Библии. Но оригинальный еврейский текст сегодня, благодаря интернету, информатике, нашим гаджетам, мы скачиваем Библию с номерами Стронга. Можем и читаем, надеюсь, все читаете на своих гаджетах и оригинальный текст еврейский смотрите. Библия с номерами Стронга. Я рекомендую всем, кто еще не скачал, найдите, разные варианты есть там в интернете, скачайте, не поленитесь, не пожалеете никогда. Потому что любой перевод, это есть перевод, все-таки важно время от времени хотя бы, но смотреть на оригинальные тексты. И вот в оригинальном тексте, если мы числа читаем, смотрим, то там не только идет речь об змеях, таких обычных, ядовитых змеях, как вот, допустим, кобра, герза какая-то, не знаю, гремучая змея, какие-то еще твари вот эти ядовитые. Там еще идет речь о сверхъестественном поражении, не только о естественном поражении, хотя там и так понятно даже было, через это естественное поражение змеями было понятно, что, значит, здесь поражение свыше. Но там в оригинальном тексте стоят серафы, серафимы, то есть жалили еще сверхъестественные ангелы, пернатые змеи будем говорить, да, потому что серафимы, это, значит, пламенные вещи, огненные, горящие, но есть еще и другие переводы этого слова, это жалящие, да, поражающие. И серафимы двумя лицами закрывают лица, двумя крыльями закрывают лица, двумя закрывают ноги, двумя, или хвосты там, двумя летают. Вот, то есть, возможно, Моисей сделал изображение серафа, тогда это напоминало крест сто процентов, издалека это выглядело как крест. Вот, но, по крайней мере, как, что бы то ни было сделано, сегодня мы не знаем, потому что Нихуштан был разрушен, этот изображение, это назвали впоследствии Нихуштаном, и потом его уничтожили. И Бог очень сильно за это благословил, потому что этому изображению стали воздавать почести, что является идолопоклонством, ходить ему и призывать его имя, как Нихуштан. Это уже в четвертой книге царств рассказывается, ну, это уже дальняя история. Вот, а тогда при Моисее, да, было так. И всякий, кто с верой смотрел на это изображение, был спасаем Богом, сверхъестественно. Это еще раз паки-паки убеждает меня, что все-таки это было изображение не гада, а присмыкающегося змея, а именно серафа. Но, по крайней мере, Иисус сказал, что вот в отношении его самого будет такая же история. И вот за два тысячелетия мы в этом убедились, да, друзья? И с сегодняшним временем, в сегодняшнее время мы в этом убеждаемся, да, друзья, братья и сестры, согласитесь? Что действительно сегодня, ну, не в лучшем состоянии народ Божий, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда мы взираем на Иисуса Христа, то яд всякий, всевозможный яд греха, проклятия, беззакония, он нейтрализуется. Он в ничто обращается. Благодать Божья действует. Как один из мудрецов говорил, философ еще 19-го столетия в Европе, что Иисус Христос это тот, о ком даже одна мысль делает мир чище, делает нас чище. Слава Богу! И когда мы взираем на Христа, размышляем о Нем, оу, чудо совершается. Поэтому, друзья, свобода от религиозного культизма во Христе Иисусе Господе нашим. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякие твердыни врага, всякий культ Богородицы, многобожие всякое, всякое идолопоклонство. Во имя Иисуса Христа пусть воссияет Иисус Христос в умах миллионов и миллионов людей. Во имя Иисуса пусть путь истинной жизни явным станет для христиан к престолу Отца Небесного открыта дорога. Слава Богу! Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал Он, больных исцелял, а теперь Он казнен. Пойдем перед Ним, пойдем перед Ним, зайдем на Голгофу, мой брат. Хотя это было в 2000 лет назад, но Бог, агнец Божий от века закланный, Бог вне времени, выше времени. И хотя Он во временном пространстве, в нашем измерении, в бытии нашем проявляет себя и являет себя порой в большей степени, как нам кажется, порой в меньшей степени. Но, знаете, Бог и Альфа, и Омега, и начало, и конец, Он выше времени. Само время это Его тварь, это Его творение, сотворение. И потому событие 2000-летней давности, казалось бы, да, далекого времени назад, но оно актуально и сейчас. Прямо сейчас кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха миллионы и миллионы грешников. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому призови имя Господа и спасешься, дорогая душа. Брат, сестра, призови имя Господа Иисуса Христа и возопи к Богу. Скажи, Бог Святой, благодарю Тебя за Твою любовь. Благодарю Тебя, Господь, за милость и благодать Твою. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, Сына Твоего, Агнца Твоего, Который был заклан за грехи наши, пролил свою кровь на Голгофском кресте и воскрес для оправдания нашего. Слава Господу! Аминь! Благоставляю вас, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Утром сделаем включение. Сейчас у меня транслируется с телефона и уже батарейка разряжена. Сейчас уже выключится камера. Но, друзья, в 6 утра сделаем хлебопреломление, причастие. Подключайтесь на молитву. Каждое утро в 6 утра жду вас в эфире, в прямом эфире, здесь на канале Ютуба. И продолжим молитву, вот эту очень важную молитву. Потому что я верю, действительно верю, как христианин, в силу воскресения. Само имя нашего Господа, одно из имен нашего Господа, воскресение. Другое, схожее с этим именем, жизнь. Я, Есим, помните, да, слова Иисуса Христа, одно из моих самых любимых мест из Писания. У Иоанна 11, 25 написано. Я, Есим, он сказал, извиняюсь, сказал, да. Я, Есим, воскресение и жизнь. Жизнь, воскресение и жизнь. Вот два имени в этом стихе открыто. Воскресение, одно имя, второе имя, жизнь. Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Пусть Бог благоставит. И пусть, действительно, Богопознанием наполнится земля наша как водами. Во имя Иисуса Христа. Пусть всякий оккультизм религиозный падет, который выражается в современном христианстве, в частности, очень гротескно, вот, в культе Богородицы. И вообще, как в таковом, многобожии. То есть, когда люди молятся раз, наоборот, посредникам к Богу, ходатаем, якобы. Все это ерунда. На самом деле, один из ходатаем, посредник, сам Иисус Христос. Все остальное, это наши вымысла человеческие. Вот, но, по сути, это вымысла бесовские. Потому что за всякими такими вымыслами человеческими стоят конкретные бесы. И общение с бесами. Апостол Павел сказал так. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Зачем? Нам это надо? Нет, конечно. Зачем? Наше общение с Духом Святым. Вот, общение с Духом Святым, это законный путь, это царство Божье, через открывающиеся каждому верующему, через Иисуса Христа. Поэтому мы молимся Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Это законно, это канонично, это достойно человека. Вот, а общение с бесами не достойно человека. Общение с бесами лишь разрушает человеческую жизнь. Значит, и то же самое почитание мощей, почитание крестов, икон. Вот даже ношение крестов, икон может быть даже оккультизмом. Кстати, это пограничная вещь сейчас вот по мне. Это знаки моего служения архиерийского, вот, что я являюсь архиепископом. Крест и панагия. Но если я, не дай Бог, да запретит Господь, буду считать, что это как бы мои обереги-тамлистманы, меня защищают, благоставляют, то горе мне. Тогда это уже будет раз общение с бесами, это будет религиозный оккультизм. Один из примеров, хотя бы, такой. Ну, их примеров таких множество. Вот более подробно я в семинарах об этом рассказываю, о свободе от религиозного оккультизма. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Благоставляю благоставением священническим всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Запомните, раз и навсегда. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу Иисусу. Благоставляю всех вас из города Киева. Божьей милостивом архиепископ Сергей Журавлев. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.